друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых сегодня мы с вами будем обозревать сразу 3 их влога лёшка уселся не получилось у него решить проблему с водой надо менять запчасти на ночь остались без воды сокрушается лёша лёха нашел из-за чего переживать в любом случае моетесь вы раз в неделю в лучшем случае о чем сами в принципе говорите снега вокруг дома полным полно надо будет нужна будет такая так скажем необходимость умойтесь снегом в туалет тоже сходите либо во двор либо в лес в общем участок у вас достаточно немаленький и лес дальше стеной так что вам не страшно далее сидит и высказывает светке что надо мол держать запас воды светка сидит отникивается у той как всегда на все есть конечно же какие-то свои так скажем моменты в общем бедная несчастная она и так упахивается день и ночь а ну и еще нужно держать теперь запас воды люди друзья мои ему желают срочно срочно брать детей и ехать на колонку ну а я хочу сказать лёшке опять же лёшка не переживай снега полно растопите и вперед делай с ним а как говорится что хотите далее далее света нам демонстрирует как она в очередной раз приводит дарину в порядок расчесывает ее но и вы знаете даринка смотрю уставилась в нинтендо и видимо больше ничего другого не интересно а света рассказывает как начался ее день делится теми моментами что ездила нас настей к стоматологу настя вовсю лечат зубы ну и кстати и кстати так интересно а значит а рассказывает светочка о том что мол так и так пока она ехала говорит я вот вижу что елки еще во многих домах стоят и и там еще и где-то там значит тоже не все украшения сняли это света к тому говорит что не только одни мы не убрали елку свет да ты не убирайте какие проблемы зачем вам как говорится себя лишний раз утруждать да пусть стоит эта елка у вас и висят вот эти вот снежинки непонятные до следующего нового года вы же так устаете так вы просто скопытились уже по полной программе пашите 24 на 7 вам конечно и елку убрать некогда мы все прекрасно понимаем вон мешки стоят полтора года со шматьем которое надо было выбросить еще в есенту как да пусть елка стоит хрен как говорится с этой елкой далее дарина развалилась ребят это что-то с чем-то да она в колготках но знаете так развалится это значит так они сидят вне камеры раздвинула ноги в разные стороны честно даже я в шоке потому что потому что так себя не ведут в семьях которые позиционируют что они ходят в церковь я не знаю чему их в церкви учат наверное именно так себя вести а также так как будет себя вести анжелка о чем мы с вами позднее поговорим да ну а светка ребят это вообще просто у меня нет слов я не знаю как на это уже реагировать потому что много много говорит светка рассказывала она когда-то и про свой сопливый нос и про про свои корочки в носу а сейчас она решила нас просветить про корочки в носу у дарина свет у меня один вопрос вот просто дура дура вернее это уже не вопрос это уже действительно констатация факта зачем об этом говорить неужели ты не понимаешь что это даже обо это слышит даже неприятно зачем выносить такие моменты на всеобщее обозрение да ты еще мочу скалом обсуди и скажи а что как какого цвета какой состав и так далее ребят честно я я вообще у меня меня просто нет слов чтобы даже об этом как-то нормально говорить нормально на вот эту вот хрень реагировать далее друзья мои очередной ролик бедный лёшка третий ролик подряд рассказывает нам о том что воды воды нет в общем он прошел по своему участку посмотрел кто-то там он там а вода зашел на участок а за видимо какая-то собачка забежала и лёшка говорит вот пометила нам наш снег далее далее поехал он по а за запчастями говорит вот вы знаете говорит главное подать воду домой я не знаю для кого главное мне если честно непонятно ну и опять рассуждает на эту тему что если он будет все делать сам то говорит это все конечно обойдется намного дешевле мол если вызывать постеров то отдал бы за это дело тысячи три в общем лёшка молодец как всегда напрашивается на комплименты мол смотрите мы сэкономили да лёшка да да как раз таки вот и действительно сейчас молодец потому что до этого ты поменял стекло заднее на машине пришлось потому что сам же ушатал это стекло своими воротами ну а теперь пытаешься съехать что мол смотрите я экономлю ну да ну да а тем временем друзья мои уже дома на кухне все сидят и едят орехи самое смешное в первых рядах настя который только-только лечили с утра зубы ставили пломбы видимо больше я так понимаю есть нечего поэтому все накинулись на орехи на настя вообще как с голодного острова есть значит учительница не разрешила есть в школе и настя оголодала да светка рассказывает что воду дали идет чуть тоненькой струйкой лёшка молодец а в общем пытаются мыть посуду ну а светка рассказывает делится о своих планах что же она будет готовить ребят ее как всегда пробивает исключительно на сладкое то есть у них нет ни мяса у них нет ни рыбы так скажем основного блюда с гарниром этого не наблюдается но будет пудинг ребят все как обычно на ужин будет пудинг причем так интересно ну ладно вот это как говорится еда да там для вашей дарины ну вообще-то ладно на полдник была бы эта еда но не стоит забывать что помимо дарины есть такие дети еще допустим как тот же максим которому нужна нормальная полноценная еда которому нужно нормально питаться потому что у него растущий организм но светки в принципе плевать далее далее она пытается строить анжелку выговаривает есть что надо намывать пол полы потому что ходить уже невозможно все прилипает это ребят надо столько не мыть до или бегать везде в сапогах чтобы у тебя везде все прилипало мне если честно не понять далее я смотрю на анжелку ребят это что-то с чем-то она вообще не запаривается ходит своей вот этой вот одежде в которой в школе в этой же одежде и посуду моет в этой одежде и спит оказывается и ест и делает все на свете далее очередной ролик виталина пытается заниматься на заднем плане просто как потерпевший ариот анжелка как будто ее там я не знаю что с ней делают но и свет как тут же стоит рассказывает нам про свою рассаду вот слушайте неужели они не понимают что виталина в момент да она занимается но она ни черта не понимает ей надо заниматься в тишине чтобы что-то вообще понять и усвоить и так так скажем не семи пяди во лбу далеко да поэтому надо как ни крути ей заниматься в тишине но нет все сидят вот в этой гостиной больше сидеть видимо негде светка спрашивает а что такое пушкинская карта мол говорит спрашивал местных жителей так далее горит и какие мероприятия входят в эту карту вот мне просто интересно ребят почему она постоянно все спрашивает есть нужно взять залезть куда-нибудь в интернет да посмотреть эту информацию узнать неужели она сама не может этого сделать говорит ой в москве столько интересных мест которые мы можем посещать бесплатно надо же колеса вы проснулись до этого когда вам писали говорили а чё вы сидите вы переехали в подмосковье вы живете рядом с москвой но съездите хотя бы на каникулах детские да там школьные каникулы съездите хотя бы что-нибудь посетите не сидят ой нам некогда нам делать нечего и там делать нечего да а тут оказывается есть много чего делать и оказывается много чего они хотят посмотреть увидеть причем даринка там говорит ой а я хочу туда-то туда-то а светка говорит ты представляешь а я тоже говорит много чего хочу но говорит на это все надо много денег свет я вообще в шоке я в шоке от вашей так скажем вот этой вот жизненной позиции да друзья мои я вообще терпеть не могу вот этих вот халявщиков самых настоящих почему-то колеса решили куда вот они решили что им все должно быть исключительно на халяву то есть они из тех людей которые не работают которые хотят чтобы им все было бесплатно и на халяву вы детей колеса нарожали и думали что на них не надо тратиться что на них не надо тратить деньги что их не надо обучать развивать но видимо да как то так до этого у них все время все так скажем прокатывала почему бы и нет ну а светка светка друзья мои вообще интересная картина это надо было видеть когда значит они там у них кипит вот это варево они готовят этот как раз таки пудинг и светка буквально засунула свой нос я думала вот еще чуть-чуть и она сейчас засунет его вот в эту кипящую жижу настолько сильно она туда наклонилась то есть у нее зрение вообще никакого нет анжелка ребят это что-то чем-то это просто какой-то капец это без слез не взглянешь сидит как чушка вот правда как чушка в одной и той же одежде я представляю какой там ребят шмон стоит от этой одежды бедные учителя я сочувствую учителям которые вынуждены ее учить я сочувствую ее одноклассникам которые вынуждены все вот эти вот запахи нюхать да это что-то чем-то просто какой-то кошмар правда знаете выпила какой-то там напиток рот открыла ведет себя как самая настоящая мужичка сидит ребят и кричит хавать можно лицо как блин это какой-то кошмар ложкой по кастрюле там скребет вот этот значит пудинг да то есть все сидят аккуратненько пиалочки украшают свои с пудингом все а все более-менее да как-то стараются это схватила неадекватная на ушах вот эти вот наушники схватила кастрюли в руки ложка ребят шестнадцатый год шестнадцатый это вообще это что-то с чем-то да просто я знаете вот даже даже язык не поворачивается ее назвать девочкой потому что это точно не девочка это какой-то мужлан мужик и орет хавать там можно представляете я в шоке и светка говорит это тебя там так научили говорить светка что ты несешь какой там где там хватит уже нести свою пургу где там я не знаю вашей церкви среди ваших прихожан где так ее обучают да в вашем доме не в школе а в вашем доме где у вас все дети с четырехлетнего с трехлетнего возраста говорят срал засрал сраный обосрался обоссался то есть вас нет понятия да а сходил в туалет еще что то у вас как ваш папа не так говорит так и вы говорите так же и ты светка сидела пьяная и орала снимай как он жрет помните ребят я думаю помните когда она сидела на кухне с детьми и многие ее знаете вот эти вот обожатели кричали они не пьют а вы с чего простите взяли что они не пьют вы что живете вместе с ними чтобы за них говорить что они не пьют она сама говорила что она лечилась когором когда ходила беременная по детям как бы видно в принципе да что она лечилась когором лёшка говорил что и коту надо лечить водкой то есть о чем вы говорите кто там не пьет там было четко видно в этом ролике месяца три ему или четыре назад этому ролику когда она сидела и орала снимай как он жрет помните глаза в кучу поведение неадекватное да такое что дети там сидели вообще просто глаза эти вернее шеи головы вжали уже в плечи боялись мамане лишнее слово сказать и мама мама не вела себя вообще неадекватно вот и анжелка анжелка как все остальные мелкая такая же все остальные говорят как и папка с мамкой жрет срет обосрались хавать и так далее да нет у вас никакого нормального поведения ваши вот эти христианские песни это просто позорище какое-то особенно учитывая как вы разваливаете из дома разваливаете свои раскорячиваете свои ноги как вы себя ведете как вы себя подаете это конечно просто это стыдобище на самом деле надо как-то вам себя приводить в порядок и учиться уже чему-то действительно потому что то как вы трешуете и вот эти то ваши фриковое ваше поведение она вам просмотров то не делает не дает у вас их раньше кстати было значительно больше ребят вот такой мне получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья и еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока и